СОЛЬ ТВ 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 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМЛЕМОЙ Ну а теперь к основным новостям выпуска Совсем скоро в нашем эфире выйдет новый проект В рамках которого мы совместно с социально ответственными организациями Будем помогать жителям города, которые оказались в трудной жизненной ситуации Каждый из нас видел в магазинах ящики с просьбами о материальной помощи Например, ребенку нужны срочные деньги на операцию Или нужны средства на приобретение каких-либо препаратов Возраст и полнуждающихся в помощи разные Мы решили провести опрос среди соликамцев Главный вопрос, который нас интересовал Это вопрос, кто, на ваш взгляд, нуждается в поддержке И пять вариантов ответов Провести опрос нам помогли ученики девятой школы Екатерина и Андрей В итоге ответы горожан распределились следующим образом Всеми с детьми-инвалидами 45% Дети в доме малютки и дети в приюте для несовершеннолетних по 20% Бездомным помогли бы 10% опрошенных И 5% оказали бы помощь жителям дома престарелых Из этого списка тяжело очень выбрать одного Но я думаю, что самые незащищенные – это несовершеннолетние дети То есть, что в доме малютки, что в детском доме – это самые незащищенные дети Они брошены родителями, они уже не имеют большого шанса на достойное усыновление Поэтому для них нужно, чтобы больше заботилось государство Всего в опросе приняло участие 73 человека И что приятно удивило, лишь три человека сказали, что никому из перечисленных они бы помогать не стали Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Сольтовая» Помогать или нет – это дело каждого Главное, чтобы слова не расходились с делом Продолжаем выпуск В минувшую субботу закончила свою работу девятая межрегиональная ярмарка «Здоровье» Чем был примечателен второй и завершающий день ярмарки в нашем материале Как говорится, здоровье нужно беречь с молоду Поэтому сегодня, придя на ярмарку «Здоровье», я и решила опробовать на себе предоставляемые услуги Второй день межрегиональной ярмарки «Здоровье» собрал не меньше людей, чем при открытии Единственное отличие было то, что в стенах Центра Творчества появились врачи Которые могли спасти вас от боли в спине или голове Воспользовались лечебным свойством массажа многие, в том числе и я Заплатив 200 рублей, меня привели в рабочую форму Кстати говоря, почти все услуги стоили не меньше 200 рублей Единственное, чем можно было воспользоваться бесплатно, так это измерение сахара в крови и измерение давления Кроме всего прочего, на ярмарке также можно было получить информацию о болезни Альцгеймера Лекцию по данной теме вел пермский специалист Я забываю, вот иду в аптеку, что я хотела купить Или что, допустим, мне нужно позвонить подружке Так у меня что, влезет с геймера? На лекции, конечно, в основном были врачи и люди уже в возрасте Как и на всей ярмарке, ведь, как правило, о своем здоровье не все начинают задумываться в молодом возрасте Ну вот видите, в общем-то, уже полный зал и народу много И все ходят, смотрят, что-то выбирают, приобретают Очень много вот цен здоровья сидит В кабинет центра здоровья собрались почти все пришедшие на ярмарку И вот отработав два дня, девятая межрегиональная ярмарка здоровья прекратила свою работу И, возможно, благодаря ей кто-то обнаружил свои скрытые болезни Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Сольтовая» В лесах Сариканского района вновь нашлись незаконные делянки Они были обнаружены в ходе оперативной акции «Лесовоз-2014» Акция проходила во всем крае В итоге выявлено 23 незаконные рубки деревьев И более 150 случаев перевозки древесины без разрешения О том, какие новости еще привлекли внимание нашего редактора, смотрите прямо сейчас Скупой платит дважды В Госдуму внесен законопроект, предлагающий удвоить сумму штрафа за несвоевременную оплату коммунальных услуг Если проект закона пройдет, то коммунальным должникам придется заплатить пенни до 18% от просроченной суммы Санкции коснутся и управляющих компаний За предоставление некачественных услуг коммунальщики будут наказаны штрафом до 50% от средней стоимости услуг за месяц Съемка разрешается Госдума рассмотрит проект закона, разрешающий гражданам и организациям фото, аудио и видеосъемку в помещениях правоохранительных органов По мнению народных избранников, таким образом россияне смогут защитить себя от недобросовестных действий некоторых работников полиции, прокуратуры и отстоять в суде свои права Миллиарды на жизнь По данным Минздрава, смертность сердечников при Камье за последние три года снизилась на 6% На 19% меньше стало людей с запущенными стадиями рака По словам специалистов, такого успешного результата удалось добиться при помощи модернизации здравоохранения Пермского края В рамках программы на новое оборудование и оказание больным качественной медицинской помощи в крае было потрачено более 11 миллиардов рублей Мраморные перспективы В начале лета в Красновейшерске начнется разработка мраморного месторождения Разработку будет вести организация «Югокамский уголь» Работы начнутся в июне, а в июле-августе компания начнет строительство ангара под производственную деятельность Для этих целей, согласно бизнес-плану, уже на первом этапе понадобится около 40 рабочих Еще столько же человек будет принято позже на обработку сырья И в завершении выпуска 25 апреля в 19.00 в рамках проведения Всероссийской акции в библиотеках Соликамска пройдет «Библия ночь» Девизом праздника будет перевод времени По словам работников библиотечной системы, общая идея вечера – перевод времени, как переход от прошлого к будущему, от зимнего к летнему Прошлые будут символизировать секции, которые начнут работу в Центральной городской библиотеке по улице Коминтерна, 13 Всем желающим будет предложено переместиться во времена Древней Греции Весь вечер в библиотеке будет работать фотосалон Соликамцы также смогут увидеть мюзикл «Пушкин против Гарри Поттера», а также принять участие в интерактивной игре и поэтическом марафоне Здесь же будет работать детская студия Временем действия филиале номер 7, который находится по Матросово 30, станет будущее В программе вечера групповые мини-выставки, мастер-классы, презентации и музыкальные выступления Посетители смогут стать героями арт-объектов и соавторами создаваемых произведений искусства На праздничную «Библия-ночь» приглашаются все желающие, независимо от возраста Подробнее об акции можно узнать по телефону 7-51-86 Повторюсь, «Библия-ночь» пройдет 25 апреля в 19.00 Это все новости на сегодня Поздравляю вас всех с началом рабочей недели Сразу после рекламы расскажем, что готовят звезды знаком Зодиака А у меня все Телекомпания Соль ТВ желает вам интересных, полезных, а главное хороших новостей С вами был Александр Чуклинов Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда» Всего вам доброго Кафе «Седьмое небо» Приглашает вас отлично провести время в кругу своих близких и друзей Прекрасное оформление вкуснейших блюд, теплый прием и уют не оставят равнодушными никого Придете ли вы сюда на бизнес-ланч стоимостью от 150 рублей Или решите встретиться со своими друзьями А может быть захотите провести время со своей семьей Вы обязательно получите заряд положительных эмоций Кафе «Седьмое небо» – отличное место для проведения свадеб, юбилеев, торжественных и корпоративных вечеров Вместимость кафе – 45 человек Здесь вам также предоставят услуги организации выездных фуршетов Кафе «Седьмое небо» – это тихий, уютный уголок для семейного отдыха На территории Соснового Бора своих гостей ждет уютная беседка вместимостью до 50 человек В беседке есть мангал Здесь вы сможете прекрасно провести время на свежем воздухе Кафе «Седьмое небо» расположено по адресу Сиобуча, 200 Телефон для справок – 908-88 В кафе «Седьмое небо» вы будете на седьмом небе отчасти Самое желанное событие этой весны – открытие торгового центра Европа Заполняйте анкету и становитесь участником конкурса «Еврошопинг со стилистом» Финал конкурса состоится 26 апреля в 13 часов на праздничном открытии торгового центра Европа Впервые в Соликамске и Березняках школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор» Играют все школы города со 2 по 4 класс каждую субботу в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке Приходи поддержать команду своей школы Играй в баскетбол, добейся успеха! Во вторник 22 апреля Соликамский термометр днем покажет плюс 3 градуса Атмосферное давление 755 миллиметров в ртутного столба Ветер юго-западный 5 метров в секунду, облачно и без осадков Ну а теперь о погоде в других городах В Чердане температура воздуха будет плюс 3 градуса пасмурно В Перми днем ожидается плюс 5 градусов ясно В Губахе температура днем плюс 3 градуса пасмурно и без осадков В Екатеринбурге температура воздуха днем плюс 5 градусов ясно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова